В современных условиях все-таки рулит видеоконтент. Это просто правильный видеоконтент, он меняет ситуацию, разворачивает комментарии. Я проведу один пример. Значит, у нас возникла в начале этого года очень крупная организация, ну для нас крупная, 200 человек, в роддоме города Салавад. Там была проблема. Этот роддом несколько лет назад отдали в концессию частной фирме. Медиков лишились всех, лишились медицинского стажа, в силу того, что частная организация. Там проблемы были другого плана, и с обслуживанием пациентов, и с заработными платами. В общем, они сами самостоятельно пытались ввести эту борьбу. Но в феврале прозвучало заявление от миц-премьера Республики Башкортостан, что все-таки мы посмотрели, подумали, вот вроде как-то поговорили с инсессионерами, и решили оставить все решение принятое. Значит, это единство в городе роддом будет в структуре, в частной концессии. Ну, по деньгам МС, по программам МС работают, но в частной концессии. Значит, это, конечно, их не устроило. Они, наконец, решили создать нашу первичную организацию, и мы начали готовить кампанию. Мы думали, что кампания будет довольно простой, ну, по крайней мере, займет месяц или полтора. Там планировали пикеты, и, возможно, элементы итальянской забастовки. Но мы исходили из того, что она будет непростая. Но первым шагом, который мы сделали, мы решили туда пригласить, там, воспользовавшись выездом Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, пригласить туда члена СПЧ. Сам Борис Кравченко, наш президент КТР, тоже является членом СПЧ, но он в это время тоже был лететь в другое место, там, за рубеж. И там нас пригласили Евдокимову, такую влиятельную достаточно члену СПЧ, такую довольно боевую женщину. И, значит, вы, наверное, может быть, видели, может, кто-то вспомнит, смеющиеся врачи города Саламат, смеющиеся над своими зарплатами. Видите, здесь уже... Это вот как раз это было так. Это была встреча, где член СПЧ, там пригласили работодатель, сидит коллектив скорой помощи под вкладом профсоюзодействия. И, значит, директор этого ОНО, периментальный центр, озвучивает зарплаты. У врачей там за этот месяц такая-то зарплата, у медсестер такая-то, у санитарта такая-то. После чего врачи дружно смеются и кровь в их ладоши. И это пошло везде. Причем люди даже не понимали, что... То есть как бы... Мы пригласили журналистов, которые это вырезку это сделал и поместил у себя на местном ресурсе. И вот это вот маленькое короткое вирусное видео, наверное, секунд на 30-40, наверное, максимум. Значит, оно перевернуло всю ситуацию, потому что оно просто произошло по всем телеканалам. Ну, сама тема зарплаты не была. И буквально там через 5 дней глава Республики Башкортостан сказал, что вирус все мы забираем, что сейчас на процессе отдаем государственному больнику. То есть вот мы готовились к какой-то компании. Я уже там присматривал местечки, где там митинг провести, там еще что-то. А вот все решил. Короткий вирусный ролик. Просто он вирусный. Значит, мы, понимая это... Вообще всю эту ситуацию, что видеоконтент будет, начали понимать, что нам нужно делать ролик. У нас пока... Мы только сейчас подходим к тому, чтобы привлечь человека профессионально, где он так и занимается. Вот эти ролики, тут пара роликов есть. Значит, это то, что я сам уже от отчаяния, что у нас проваливается эта работа. Сам слава говорит, что встать эти ролики впервые в жизни. Потратил деньги, чтобы освоить просимую программу. И они не очень-то разошлись, я вам так скажу. Но они решили конкретные проблемы, которые мы ставим. То есть, вот я хочу показать несколько роликов. Каждый из этих роликов решал конкретную проблему, которую ставили перед нами наши первичные организации. Первый ролик, который мы с вами встали, это гробы на колесах скорой помощи. Я просто попросил нашего председателя, там у них проблема с автомобилями, которые на лысой резине их разворачивают, там у них там вытираются рычаги управления. Рычаги управления из первичных скоростей вот этого доходило. То есть, неотапливаемые вот эти уазики, и там девчонки, вот наши там феншера, они там годами ездили на совершенно чудовищных автомобилях, у которых дверь открывалась на ходу. Я попросил нашему председателю нашу опташку, чтобы она просто прошлась и записала, как она может, с комментарием вот этого ролика. Ну и плюс, доедали. Дорогие. Дорогие. Сейчас. Попрали стоял уже этот разник, да? Зинчугская подстанция, Самарская область. Полный обзор наших ласточек, которые на ладом дышат и вот-вот развалятся прямо на ходу. Уазики у нас все 2012 года, а сейчас 2017. на всех машинах не работают передние мосты. Все машины не шипованные. 062-го, это вообще особый экземпляр, 687-й. Как видно, у нас даже перемотаны скотчем сигналы цветовые. А на этом уазики, он сейчас у нас стоит на ремонте стоит, точнее на ремонте денег на ремонт не выделяют. На моем вообще нет ни спецсигналов, не работают ни звуковые, ни световые. Хоть прямо с ворточки усовываюсь и кричи. Так. Как видите, ничего, мы шиповано. Ни задней, ни беременной, ни на этом уазике. Все внеет. Дверь открывается. Вот так. А чтобы закрыть, можно применять усилие. О, закрылся. Салон автомобиля. Мы здесь стараемся поддерживать порядок. у этого уазика передние колеса в разные стороны. Развал, который он собирается делать, водители говорят, что с одиннадцать колеса просто отвалятся. Ну и ездим. подножка, куда мы вступаем, чтобы залить, видите, в салон. Сейчас покажу, в каком состоянии. А вот вот такой вот. салон это эксклюзив. Вот такие у нас носилки для больных. в ужасном просто состоянии, которое мы как можем пытаемся латать скотчем, какими-то закладками. В уазиках очень хуже. Что спереди, что сзади. Температура. Ну, сегодня я уазью. Ну, может, приумнеть минус семь, но там минус один. Два. Разницы нет. Парафоны все разбиты, а на этом вообще нет. Ну, все в прочемном состоянии. Машины работают круглосуточно, без должного ремонта, без выделения средств, на ремонт. даже если какие-то минимальные суммы выделяются, то их категорически не хватает, чтобы автомобиль ехал в полную силу. спасибо. Спасибо вам, Ваня. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше. Спасибо. Дальше. Дальше цепляем машину, которая стояла и ждала. Дальше цепляем машину, которая стояла и ждала. Субтитры создавал DimaTorzok Маскер субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» 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 И, соответственно, сейчас они уже освободили тринадцатую женщину. Работы во время инициативы. Ну и еще как бы я хочу обратить внимание, что когда вы проводите акцию, я говорил, что вы должны проводить публичные мероприятия, пикеты, очень важно выстроить грамотную картинку. Ну вот, например, у нас мы вели компанию в Анжаросуджинске, где большие санитарки протестуют против их уборщики служебных помещений. И мы, одним из предприятий, это было проведение митинга, пикета. Ну, короче, они нам, что сделали? Они нам запретили под надуманными предлогами проведение в центре города и отправили нас в так называемое специально отведенное место. Вот на этот пустырь. Заметно. Без там общественного транспорта. Тут, правда, какой-то вот замок есть. Что-то такое там. Это не котельная, это что-то там. Фильм ужасный. Да. Значит, это вот единственное там, что есть, все остальное, это голое поле. То есть, с отсутствием какого-то населения. Но ценим состоянием даже не то, что они нас отправили в это специально отведенное место. Ну, так и называется сейчас по закону, который они там выдвали для проведения публичных мероприятий. Они, да, они под предлогом того, что в 12 часов здесь будут проходить мероприятие, посвященное неотечественной космонавтике. Да, вот здесь. А еще перед этим они нас отправляли и говорят, а здесь студенты будут отвечать всемирный день студенческого. Да, это как раз был день у нас встречи. Они, кстати, пригнали их на автобусы. Они что-то там стояли, что-то такое. В 12 часов. Ну, вот, короче, они отправили нас в 7 утра. То есть, еще когда часть людей на смене была. Поэтому, у нас реально мы не могли вывести людей. То есть, здесь присутствуют где-то 7 санитаров и шахтеры, их мужья там, сочувствующие и прочее. То есть, возникает вопрос, какой-то митинг. Для митинга это вообще не картинка, да? Поэтому, я им сказал, давайте, выводите меня по скайпу или там по васапу, я уж не помню. Ну, вот там девушка, которая это снимала. Я говорю, прям вот так, вот расставь их вот здесь. Поставили на них вот так вот, напротив этого консвакеля. Значит, это все, кто у них участники. И я сказал, что ваша задача не речи говорить, а зачитать резолюцию для картинки, для видеокартинок. Это вот Агаркова Марина, представитель нашего правкома, своей знаменитой шапочки. Значит, она вот зачитывает эту резолюцию. То есть, мы сформировали правильную картинку, которая, в принципе, потом неплохо разошлась и средства массовой информации. То есть, если даже у вас мало народу, это не значит, что у вас будет плохой пикет или плохой митинг. Главное, правильно всех расставить и правильно сфотографировать. Саната Анжела Кучинской городской больнице. Заявляет композиция руководства больниц по литературе Орденской районной обороны Роскентра Кемерово области. Ну, это надо только говорить, я просто, чтобы вы понимали, как это устраивается картинка. Да, то есть, я знаю. Тут, чуть-меньше только человек. Сейчас ничего тут. Давайте отправить. А? Младшего медицинского персонала Баджира Кучинской. Что неминуемо, самым отрицательным образом скажется на пациентах нашего города. Своих обращений к преподаванию. Ну, то есть, блокады рисуем. Берем, не надо там рисовать как-то там расчерчиво. Берете гуашь. Кватман. На нем опытных людей говорят. И пишите каждый показ за три минуты. Главное использовать яркие цвета, чтобы они хорошо смотрелись на фотографии. Насыщенные цвета. Нельзя желтый, нельзя светло-зеленый. Розовый. Ну, и потом в касании здесь проголосуют. Зайдут. Зайдут. Попытать их тормозить по каким-то решениям. Начали поддерживать. Во-первых, запусили флешмоб бинт. Поддерживающую акцию. Наверное, они сами придумали. То есть, они стали повязывать. Это уже японская забастовка. Где японцы не пастуют. Они просто делают вид, что пастуют. Обозначая свою активность, мобилизационность. Каким-то отличительным знаком. Они стали повязывать бинты на руки. В качестве того, что мы участвуем в акции. Поддерживаем требования итальянской забастовки. Девушки сразу стали какие-то косички из этих плести. Такие просветики уже модные. В общем, там массово. И все это выкладывалось в соцсети. В группу профсоюза. Поддерживающую вот эти фотографии. То есть, разных подстанций. С разных областей. Иногда групповые флоты. Иногда какие-то постановочные. Рука высовывается. Там баранка. Бинт. Там водитель едет. Крупный план. И такие же. Но и кроме того, мы провели массовые пике. Где-то там 230 человек было. Которые тоже вроде... Это, кстати, пикет, да? Но выглядит только как митинг. Значит, основное отличие в законодательстве митинга от пикета, так как, если уже разбираться, это то, что на пикете нельзя использовать звукоусиливающую аппаратуру. Могут, конечно, придраться, что есть выступления. Поэтому мы ограничим, то есть, зачитка резолюции или скандирование. Но вот здесь мы имеем и то, и другое. Вот обратите внимание, что этот пикет выглядел совсем как митинг. В пикетах мы принимаем решение о возобновлении с 1 июля 2019 года Итальянской Довостойки, которая будет состоять в отказе десятков водителей от работы сверху за рабочим пикетом, а также в отказе более 200 человек среднего нет персонала от совместительства. И если 28 июня на запланированной рабочей встрече с представителями правительства в Пикетинской области нам не будет представлен конкретный официально заверенный план, дорожная карта, повышение зарплаты до 100% по средней зарплате по региону, и за то, что это восстановится. Мы также обращаемся к работникам всех служб скорой помощи во всех регионах страны. Коллеги, товарищи, пора прекратить терпеть унижения нашей нищенской зарплаты, безчеловеческой использования труда, отсутствия защиты и элементарного уложения со стороны начальства и чиновников. Если региональные чиновники заявляют, что они не могут и не хотят решать проблемы скорой помощи, пора выносить наши требования на федеральный уровень. Давайте объединяться. 850 сотрудников Пенинской областной станции скорой медицинской помощи вступили в Межрегиональный профсоюз работников здравоохранения и действия. В десятках городов России это же сделали сотни наших коллег. Вступайте в наши ряды, присоединяйтесь к организованной борьбе за наши трудовые права и права наших пациентов. Скорая помощь станет скорей! Обратите внимание, для организации пикета что хорошо? Во-первых, растяжки. Зачем выстроить людей? Видите, сделали в цветах, тем более в нашей эмблеме профсоюза действия. Тоже как бы фирменный стиль желательно соблюдать. Если мы пропагандируем в том числе и профсоюз. Мы получили плакаты, где наши все требования. В принципе, правильно выстроить людей. То есть мы стояли там на самом деле все в одну линию, для защитки резолюции встали в круг. Для того, чтобы более объемно все было. Ну то есть я хочу сказать, что даже если вас отправляют в какое-то специально отведенное место, где нет ни одного человека, это вообще не проблема на самом деле сегодня. Соглашайтесь, делайте, снимайте видео, как бы выкладывайте. Никого особо волновать не будет, что это беда не в центральной части города. Ну вот это все. Здесь какие-то вопросы. Вопросов нет? Не, не, не. А, нет, не, да. Я вот рассказывал, что этот митинг, я вот, я вас знаю, как не видел вообще, что это разных часть. Да. Очень трудно привести, очень привести в назаде, когда я не попаду в... В принципе, в вашей гражданке talked to us. Давайте окажем в действительности. Давайте это объясним. Значит, во-первых, надо прежде всего... Чем сложность в сравнении с тем, что было раньше? Во-первых, раньше штраф составлял от 1 до 2 тысячи. Я, будучи социальным активистом в городе Ижевске, еще до того, как начали заниматься профсоюзной деятельностью, легко перекрывал центральную улицу города Ижевска перед зданием правительства Дмитриевской республики, шагали демонстрациями, платили штрафы. Один раз, правда, когда мы перекрыли улицу, значит, там и ОМОТ уже стоял, они нам выкатили, они потом мне гражданский иск открывали на правительство, депо выкатили на сумму 18 тысяч рублей, что вот выток, потому что мы перегораживали в течение 45 минут. На что я пошел в суд, сказать, друзья. Во-первых, меня ОМОТ задержал на 8-й минуте. Давайте сразу, во-первых, высчитываем процент на 8-й минут из вашей сложности. Я все остальное, как я даже не был официальный организатор этой акции. Во-вторых, я же не могу, не мог лично я, вы же меня даже не организацию, вы говорите, что я его просто перекрыл. Я же не мог перекрывать лично двух направлений движения, поэтому давайте поделим еще раз. А теперь я признаю. Ну и вот таким образом, значит, закончилось с ним. Да, но сейчас, а сейчас это действительно реальная проблема. 10 тысяч первых, ну просто участников могут быть выкачаны. 20 тысяч организаторов и больше, до 100 тысяч там можно. А если ты более двух раз нарушил, тебя могут быть третьи уже приличные уголовные ответственности. Жесткая ситуация. Но это не значит, что надо бояться проведения публичных мероприятий. Надо просто грамотно их проводить. Во-первых, надо посмотреть всегда, кроме федерального закона, надо посмотреть местный закон, где могут быть дополнительные ограничения. Потому что федеральные установили, что местные власти могут вводить дополнительные ограничения по порядку проведения. Например, могут ограничивать проведения у органов государственной власти, у местного соуправления, медицинских, образовательных, спортивных и прочих учреждений. То есть есть некоторые регионы, которые весь этот перечень выбрали. А есть некоторые города, особенно небольшие, где в принципе невозможно нигде провести акцию. Потому что будет или медицинская, или образовательная, или там еще какое-нибудь учреждение. Значит, соответственно, вот это надо изучить и на это понять. Типа в качестве пряников было в законодательстве введена позиция, что сатурные вам гайд-парки отводят. Так называемые специально отведенные места, где можно митинговать, даже в некоторых случаях даже не подавая заявку. Например, до 100 человек иногда, где-то там еще больше, где-то меньше. В Москве вот в Сокольнике посылают, там по-моему до 800 человек. Можно даже не подавать, просто уведомляешь и все. Если там свободно, приходишь и там экипируешь или митингуешь. Но, как правило, вот вы видели сейчас, какое место, значит, выбрал, например, Анжара Суджи для проведения этих мероприятий. В Москве есть несколько мест и отправляют, например, в Сокольнике. Считается это позорными для Сокольнике. Потому что это такая, огороженная таким забором, площадочка со сценой, там даже скаминчики можно поставить. Ну, это какой-то такой загончик, да, и туда еще идти надо, еще не все дойдут. И там всего-то тысяча человек может вместить. 8 или 800, где-то так. Вот, поэтому специально определенные места типа, ну, а где-то хорошо приближается к этой центральной площади там. Там еще несколько мест довольно хороших для этого дела. Другое дело, что там они тоже могут забить, например, и сказать, что в этом специальном месте сейчас... Если она хорошая, уже кто-то там пикет. То есть, ну, вообще, в принципе, как правило, отправляют специально определенные места. Ваше, кстати, право не согласиться. Потому что в законе говорится, что делаются специально определенные места, в которых, как правило, проводятся такие публичные предприятия. Значит, как правило, значит, необязательно. Есть разъяснения там Верховного суда или Верховного, по-моему, постановления, где довольно хорошо вообще все это прописывается, но это все равно тоже не соблюдается. Что, типа, вообще, как бы для того, что не может быть там, скажем, нарушение прав каких-то граждан, типа, там, свободы передвижения быть причиной... Ну, типа, просто по тротуару, да, там. А, вот еще и на тротуары еще не запрещают. То есть, на проезжих нельзя. Значит, поэтому надо просто изучить, во-первых, законодательство, понять, где точно нельзя, а потом действовать исходя из... В любом случае, они обязаны вам вариант предложить. Обязаны. Хоть какой-нибудь плохенький, но обязаны. А там нужно смотреть. Я часто использую такую тактику, где-то с 2012 года. Это проведение одиночных, массовых одиночных пикетов. Это не значит, что массы расставляются там по всему городу. Это бессмысленно. Потому что, ну, кто будет смотреть? Это не будет видно, это незаметно. Я вот против того, чтобы расставлять. Сейчас еще ограничение 50 или 100 метров между одиночных пикетами. Да, и более того, там еще есть такая оговорка, что если единая стилистика, там, что-то еще, там, позволяет сделать вывод, что есть единый организатор, то в этом случае возможно признание это не одиночные пикеты, а, как бы, массовые зрители. Значит, поэтому, это отметаем сразу и делаем одиночный пикет с массовым присутствием зрителей. Значит, вот у меня был первый такой опыт, это когда была в свое время компания в Госдуму, 12-й год. Провалившиеся вот это вот, когда были массовые фальсификации, и там была по своей стороне движуха за честные выборы. Это были назначенные генетинии, а в Ижевске, у нас был Ижевский гражданский совет, и нам надо было как-то быстро это провести. Потому что, а уже даже мы не избивали дождя, а им пикет подать, она подается за три дня. И, соответственно, мы пошли на одиночный пикет. Значит, была такая картина, в центре стоит человек с плакатом, да, так, типа, за честными, там, против классификации выборов, и вокруг стоит 400 человек, вот так здесь вот, да. 400 человек вот так стоят, типа зрителей. Значит, когда, значит, он постоял пять минут, выходит, сворачивает плакат, так, второй человек выходит тоже со своими плакатами, заменяет его, разворачивает новый плакат. Значит, прекрасно. И читает его. Да, 400 человек. Мы, зрители, пришли, мы там корреспонденты, мы там эфируем и так далее. То есть тут главное, да, я эту методику пробовал уже в профсоюзе, в Петербурге, в Москве, и, в принципе, полиция везде лояльно относилась. Вот этот последний раз только в Ижевске тут проводили уже навальновцы этим летом, и им все-таки впаяли, ну, там, действительно, речи стали произносить, как бы, там, действительно, тоже порядка 400 человек, и, соответственно, им впаяли все-таки это дело. Ну, это, как бы, во-первых, заказ конкретный по навальновцам, да, то есть они там все ручки пришили, а во-вторых, причем сверху, а во-вторых, ну, там, действительно, они еще и другие позиции не соблюют. То есть надо как-то вот все-таки, или вы выступаете там, да, или как бы. Да, понимаем, дорого с пониманием, либо он не... Пикет или типа митинг, да. Либо да. Вот тут, как бы, мы понимали, что здесь, вот даже если нас что-то привлекут, это нам будет на пользу даже, да? То есть если бы, поэтому мы тут пошли на... За правую. То есть, ну, и, как бы, там было понятно, что власти, не будут докапываться. И, вот, в результате, значит, соответственно, ну, главное, что? Значит, ставите пикетчика, вот так. Остальные должны стоять не вот так, вот здесь, вот в круге, а должны стоять, или широким диаметром, если уж совсем массово, или вы, вот, тут-то и человек, а вы здесь выстраиваете стену. Может, примерно четыре. А? А против? Да. Главное, чтобы не было что-нибудь типа синий. А-а-а. Да. Ну, возможно, конечно, провокатор, как бы, подойти и станет, да? Ну, как бы, у нас в свободе станет провокатор. Ну, это не так. Значит, поэтому вы стоите у вас здесь, как-то так, одобрительные возгласы немножечко поддержат, ваше право, что никто свободу следствия не лишал. Петельчик стоит здесь. Главное, чтобы, если бы человек просто один на тот же плакат держит, разные люди, тогда этот человек сворачивает плакат, приходишь, он отходит, открываешь, все. Полиция смотрит. Формально. То есть, ты выходишь другим плакатом, да? Другой человек? Можно идти другим плакат, просто его сначала свернуть, передать новому петельчику, уйти, чтобы не было двух человек, да, в развернутом блокат. Ну, это уже прям совсем так, я думаю, даже полиция. В принципе, всегда ориентируйтесь на полицию. Даже, допустим, вам запретили, а вы считаете, что вам незаконно запретили, вы все равно приходите толпой на митинг, например, да, как бы, и тут смотрите по ситуации. Если полиция говорит, мы тут начинаем руковать, там все, говорит, ну хорошо, вот здесь нельзя, вот здесь можно, да? Тут надо всегда с полиции как бы вот шаг вперед, шаг назад. Сюда нельзя, а сюда можно, да? Как вы разговариваете с полицией, с полицией, в принципе, тоже не нужно лишних проблем. Поэтому, если они как бы вас не считают совсем, что отморожены врагом государства, значит, то они как бы тоже будут регулировать эту ситуацию. Также мы с одиночным пикетом, одиночным массовым пикетом. То есть, как бы вот, если полиция начинает руковать, ну, а что нужно? Ну, что нужно? Надо подальше отойти, ну, ну, надо, первое, подальше. Да, ну, как бы, объясните, в конце концов, что, если они плохо знают закон, они на город плохо знают. Какие-то, какие-то позиции? А вот у меня вопрос. У нас, допустим, в поселке, в митинге организуются два раза в год, это 1 мая и 7 мая, там, допустим, коммунистами, плюс работниками Приморского ГРЭСа. Вот в нашей части мы можем туда встретить? Наверное, вы тоже с кем-то заботитесь? Значит, они... Я понимаю, вот этот вопрос. Значит, это, если... Вообще, публичное мероприятие, оно открытое. Да, это, собственно, по себе, публичного дома открытое мероприятие. Поэтому доступ туда разрешен, да? Но если вы, допустим, поднимаете, например, свои флаги, не исключено, что организаторы могут сказать, ваши флаги не соответствуют целям публичного мероприятия, подменного заявления. Или, скажем, вы развернули плакат какой-то. Ваш плакат не соответствует. Соответственно, мы... Значит, после этого он вам потребует организатор, или имеющий распределительные функции человек, потребует у вас свернуть, или убрать, или удалиться. Если вы откажетесь, он привлечет в полицию, и полиция у вас тоже может... У меня вот так, в Бежевске, там, наслики нам приходили с трехцветными знаменами, на наше мероприятие. Я с помощью полиции с угроб положил. То есть, они там, любили бы... Да, ну, все. Значит, поэтому... А вы, теоретически, можете, если вы договоритесь с ними, тогда да. Если не договоритесь, можете прийти, разгорнуть, если вам скажут, но придется убрать. Скажите, одиночный пикет тоже в определенном месте, да? Где разрешено можно делать? Одиночный тоже надо смотреть. Надо смотреть. Ну, по-моему, все-таки вот в федеральном законодательстве как раз подобное ограничение, одиночные пикеты не распределяют. Как флешно? Да, есть общее... Нет, это не флешно. Да. Есть общее... Есть общее ограничение для всех мероприятий в федеральном законодательстве нельзя на территории судов, но за территорией туда можно. На объектах, там, обеспеченных, инфраструктурных, олипростанций, атомных, нельзя и так далее. То есть они довольно четкий такой, небольшой короткий список. Вот. А, в принципе, все остальное... Главное, надо посмотреть все законодательства. Все? Все? Меня запрещают уже. Нет. 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 Спасибо. 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 Спасибо.